Трагедия в пригороде Твери. 4 июля в пруду деревни Вашутина утонула двухлетняя девочка. По факту гибели ребенка в Калининском межрайном следственном отделе регионального СК возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». С целью установления точной причины смерти девочки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следственное управление Следственного комитета призывает к бдительности и напоминает об ответственности за жизнь и здоровье как малолетних, так и несовершеннолетних, так как большинство трагедий происходит из-за отсутствия контроля взрослых за местонахождением детей. Основными причинами гибели являются купание в необорудованных местах, несоблюдение правил поведения на воде и отдых без присмотра. Уважаемые взрослые, уделите особое внимание обучению детей навыкам безопасного поведения в период каникул. Отдыхая вблизи водоемов, выбирайте для купания безопасные и специально оборудованные места. Не оставляйте детей без присмотра у воды и тем более в воде. Не забывайте, безопасность детей – это ваша забота. В деревне Алабудина Бежицкого района сотрудниками полиции обнаружена автомашина «Шевролет Нива», в салоне которой находилась туша убитого лося, а еще карабин с патронами и приспособлением для стрельбы в темноте, рацией, топор, лебедка с тросом и веревкой. За незаконную охоту задержаны трое жителей Бежицкой и Бежицкого района. Установлена их причастность к трем аналогичным преступлениям. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-баллистическая и судебно-биологическая экспертиза. В отношении одного из фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух других – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска в доме 54-летнего жителя Зубцова обнаружены и изъяты сигнальный пистолет, охолоченный пистолет системы Макарова, более 10 патронов. Согласно проведенной экспертизе, пистолет-ракетница оснащен двумя самодельными металлическими вставками, позволяющими вести стрельбу. Также полицейские установили, что охолоченный пистолет Макарова мужчина приобрел через интернет, после чего внес в него конструктивные изменения, переделав под стрельбу боевыми патронами. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция статей – 6 лет лишения свободы. Инспекторы ДПС ОГИБДД по Калининскому району старший лейтенант полиции Александр Капустин и старший лейтенант полиции Виктор Андреев находились на маршруте патрулирования у деревни Даниловская, когда к ним за помощью обратилась женщина с маленькой девочкой. Девочка защемила руку металлической дверью и нуждалась в экстренной медицинской помощи. Инспекторы, включив специальные звуковые и световые сигналы на патрульном автомобиле, в считанные минуты доставили пострадавшую в больницу. Мама девочки поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие и проявленную заботу. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившихся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь с сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание граждан. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережение, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Продолжение следует...